Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как забыть все обиды и претензии к мужчине, чтобы восстановить отношения? Какие есть методы и решения? Начнем, пожалуй, с того, что обида – это определенное такое чувство, состояние, когда вам больно. Вот это вот, если говорить как-то грубо, это состояние боли. Но вопрос здесь заключается в том, что именно причиняет вам боль. Что на вас так влияет? Вы думаете, что влияет на вас, человек. Вы так думаете. На самом деле, вы влияете на себя, как вы. То есть, вот, грубо говоря, грубо говоря, что-то вас, ну, вот, у вас само вызывают эти чувства. Чувствуем боли, определенные боли, вот, то есть определенная болезненность, это вот отсюда. Конечно. И, на мой взгляд, вам имело бы смысл с этим разобраться. То есть, имело бы смысл разобраться и поисследовать, что вас задевает, что вот причиняет вам боль. Ну, может быть, изменяет, если хотите. Ваше восприятие себя. Я не думаю, что вы будете спорить с тем, что что-то такое происходит. Вот, я имею в виду, я не думаю, что вы будете спорить с тем, что вот как-то вас это дает вам почувствовать себя, ну, как-то вот сильно хуже. То есть, вот, дает ощущение себя самой сильно хуже. За счет чего это происходит. Следующий момент, на который имеет смысл обратить ваше внимание, это вот то, что вы называете претензиями. То есть, претензия, это ведь в данном случае, наверное, некоторое требование. То есть, ну, наверное, в данном случае, претензии вы называете то, что, например, требуете от человека. Вот. Требуете потому, что вам это нужно. Требуете потому, что вам этого хочется. Требуете потому, что от этого, вероятно, зависит ваше состояние. Ну, эмоциональное состояние в том числе. И здесь, на мой взгляд, наша задача выключается в том, чтобы помочь вам увидеть, что это за состояние, как оно меняется и чего вы хотите, что вам нужно. О каких желаниях, о какой потребности, например, вашей, в данном случае, идет речь. Вот. Вот как-то так. Естественно, что природа обиды. И природа претензий хорошо и плотно вплетены в историю вашей жизни. То есть, то, что вы обижаетесь, ну, то, что вы испытываете обиду, например, и то, что вы чувствуете претензии. Эпо... И всё это ваша. Эпо... И всё это ваша. Эпо... Вам необходимо преследовать вашу жизнь для того, чтобы изменить в настоящем то, как вы себя ведете с человеком. Проблема в данном случае не решается локально, я бы так сказал, это проблема того, как в целом организована ваша жизнь, это проблематика того, как вы в целом обращаетесь с своей жизнью, как и что вы с ней делаете. Вот это, на мой взгляд, и является одной из ключевых особенностей вашей ситуацией. То есть, желательно, чтобы вы были, скажем так, более внимательны, что ли, к себе, развивали вот эту вот внимательность к себе для того, чтобы обиды не накапливались, и в отношениях все-таки вы могли в большей степени не проявлять себя, например, а не деструктивные тенденции, не деструктивные тенденции в виде обид и так далее. Вот как-то так я бы вам здесь ответил. И, конечно, какого-то готового решения, наверное, не существует, потому что история вашей жизни, она уникальна, как и вы уникальны, и, соответственно, говорить о том, что есть какие-то готовые методы для вас, ну, было бы обесценивание, принижение, я бы даже сказал, оскорблением вас. Хотя тут вы можете уже, наверное, решить что-то для себя самостоятельно, то есть самостоятельно для себя решить, как вы хотели бы действовать. еще очень важный момент заключается в том, что для вас, в общем-то, мужчина. то есть как вы его воспринимаете и как вы его видите. это, на мой взгляд, тоже очень и очень важный аспект. потому что от этого зависит характер, направленность, некая, может быть, векторность ваших изменений. от этого зависит то, как вы будете меняться, в какую сторону вы будете меняться, ну и в общем и целом так далее. понимаете, да? поэтому ситуация, которую вы описываете, она требует изучения, а вы описываете довольно небольшое количество я бы сказал информации, вы даете небольшое количество информации, максимально небольшое количество информации. что это трудняет возможности интерпретировать. Хочется сказать, что если вы ну как-то ждете или ожидаете например допустим какого-то совета то я я бы сказал что именно совет вам психологи дадут в ряд потому что психологи не занимаются тем что дают совет но вот помочь вам разобраться в себе помочь помочь вам понять себя лучше, да? это вот то, что мы на самом деле могли бы сделать но здесь вряд ли будет место для советов и здесь будет место скорее для исследования 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 себя исследования того что вам важно и ваших приоритетов, конечно же а если вы лучше разберетесь в том что для вас значит человек ну я имею ввиду что для вас значит мужчина, да? если если вы для себя сможете насколько лучше преследовать данные аспекты то я думаю вам будет гораздо проще на этом все буду благодарен за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать на собой работу я желаю вам всего самого доброго удачи до новых встреч субтитры до новых встреч